Здравствуйте, коллеги. Время уже, в общем-то, подходит к 11 часам, когда мы планируем начать наше мероприятие. Прошу тех, кто уже подключился, каким-то образом показать, что там слышно, видно. Да, отлично, я вижу. Давайте буквально минутку-две подождем еще тех, кто подключается, и, собственно, приступим к нашему мероприятию. Пока. Народ собирается, я там представлюсь. Меня зовут Артем Долгих. Я являюсь директором по развитию бизнеса компании Axelot. И сегодня наша встреча посвящена такому злободневному вопросу, как импортозамещение, санкционное давление, все, что с этим связано. Попробуем про это поговорить в проекции на программное обеспечение, на оборудование связанное с автоматизацией, в проекции на оборудование связанное с оснащением складов. Ну, пока, собственно говоря, еще там ждем. По поводу записи. Да, вебинары нашей компании можно будет посмотреть в записи на нашем канале на YouTube. В ближайшей перспективе, надеюсь, что и на канале на YouTube. Запись будет, можно будет, да, посмотреть чуть проще. Ну, окей. Давайте приступим. Про что сегодня хочется поговорить. Само название, да, которое мы предложили, как тему для обсуждения и импортозамещения, иначе нельзя откладывать. Хочется остановиться на двух основных темах. Возможно ли пересидеть и переждать? И стоит ли вообще рассчитывать на то, что что-то вернется на круги своя, как это было до этого? И вторую тему. Если принять решение о том, что программное обеспечение применяемо для автоматизации логистики прямо сейчас, если принять решение о том, что нужно его заменить, какие есть сценарии, какие есть варианты и что вообще можно сделать в текущей ситуации. Как мы будем сегодня работать, да, там, вебинар будет состоять из двух частей. В первую часть, собственно, основная часть вебинара, там, я расскажу о том, какие существуют проблемы, как наша компания видит пути по их решению, какой там технологический стэк в настоящий момент времени можно считать там православным. И, собственно, что можно сделать для автоматизации логистики прямо сейчас. И потом в конце 10 минут мы отвели на вопросы-ответы, где, собственно, то, о чем вы спросите, я постараюсь прокомментировать прямо в онлайне. Немножко про то, где мы сейчас вообще где-то все находимся. Информация разная. Информация попадает к нам абсолютно разными путями. Что-то мы видим из пресс-релизов, что-то мы читаем в группах, в телеграм-каналах, что-то передается там на уровне слухов и общения, в каких-то закрытых чатах. Но, тем не менее, общая история про то, что уже сейчас можно утверждать о том, что с рынка ушли многие европейские и американские поставщики оборудования. Причем в ряде случаев они не просто ушли, прекратив поставки оборудования там новым клиентам. Они прекратили поддержку уже ранее проданного оборудования. С рынка также уходят поставщики и производители программного обеспечения. Это поставщики и производители программного обеспечения из Европы, из Америки. И часто они поставляли там весьма значимое программное обеспечение, в том числе и являющиеся системой. К облачным сервисам начались блокировки доступа. Ряд компаний требует от своих российских клиентов переехать в блока, которые ранее располагались в Российской Федерации, в блока, которые располагаются в той же самой Европе. Часть поставщиков программного продукта прекратили поддержку решений, которые поставлялись по модели OnPremise. Все это не может не заставить нас задуматься о том, что же, собственно говоря, будет с этим программным продуктами, используемыми вашими компаниями завтра. Отдельно стоит обратить внимание на то, что произошел кратный рост стоимости IT-инфраструктуры. И если влияние, колебания курса, оно, в общем-то, достаточно понятно, то не стоит в настоящее время сбрасывать со счетов влияние, которое оказывает изменения, собственно, для самой логистики. Часть существующих логистических коридоров перестала работать, часть стран перестала пропускать технику, которая шла в нашу страну, часть самой техники перестала поставляться, и этим не применули воспользоваться какие-то другие поставщики оборудования. Конечный клиент в итоге получил существенный рост стоимости этого оборудования. Если раньше мы говорили, еще в 2021 году говорили о существенном росте сроков поставки оборудования, то сейчас часто стоит вопрос даже не срок поставки, а стоит вопрос о том, принципиально возможно ли поставить данную оборудование. Отдельное внимание я хочу обратить вас, как клиентов, на ситуацию, которая связана с внутренней кухней компанией, которая занимается поставкой оборудования и услуг. Дело все в том, что внутри каждой компании работают конкретные люди, конкретные исполнители, которые в каком-то горизонте свою жизнь связывали с компетенциями, которые относятся к той технологии или к тому оборудованию, которое поставляет его компания. Наблюдая за заявлениями, за пресс-релизами своих родительских компаний, обычные люди не могут не начать думать о том, а что же я буду делать через год, через два, через три. И из этого, на самом деле, можно сделать не очень хороший вывод. Вывод будет связан с тем, что если внутри вашей компании сейчас вроде бы благополучно используется программное обеспечение или оборудование поставщиков, которые находятся в зоне риска, которые примкнули к функционному давлению, есть вероятность, что спустя год-два-три может оказаться, что у нас в стране просто не осталось специалистов, которые готовы поддерживать, а тем более развивать данные программные продукты. И надо понимать, что вот эти люди, они начинают смотреть по сторонам, а ряд компаний, которые занимаются производством российского программного обеспечения, уже организуют специальные курсы по переподготовке специалистов, которые занимались автоматизацией логистики на западных программных продуктах, на программные продукты, например, на основе платформы 1С-предприятий. Ну и последнее, то, что сейчас составляет текущую реальность, это запрет на использование иностранного программного обеспечения на критической инфраструктуре. Буквально две недели назад наше правительство приняло данное постановление, и несмотря на то, что этот пункт в перечне находится на последнем месте, мне кажется, он там прям на одном уровне находится с санкционным давлением, которое организовано там недружескими странами. Дело все в том, что вот критическая инфраструктура – это достаточно большой перечень отраслей, большой перечень информационных систем. Там есть и здравоохранение, и наука, и транспорт, и связь. И, в общем-то, это распоряжение правительства про то, что до конца 2025 года все эти отрасли должны начать использовать для автоматизации своих бизнес-процессов именно независимый программный стэк. И вот все то, что перечислено выше, а также там, посмотрите, пожалуйста, как выглядит там тепловая карта с санкционным давлением на нашу страну. Вот то, что выделено там ярко-красным цветом, это уже явно обозначены там недружественные страны. Бледно, сиреневые – это те, кто планирует там присоединиться к санкциям и поддержали резолюцию ООН. Здесь важно понимать, что большая часть этих решений, на самом деле, она там не в плоскости бизнеса находится, а она находится в плоскости каких-то эмоций. То есть компании, которые до последнего времени там занимались именно бизнесом, они заключали с нами контракты, они обеспечивали технологическое сопровождение, там, поддержку, поставку нового какого-то программного обеспечения, решения лицензий. Сейчас вдруг начали принять решения, основываясь на эмоциях. Решения, принятые на эмоциях, там, один раз, они обязательно будут приняты во второй раз. И если сейчас многие из поставщиков, по крайней мере, программного обеспечения нашли лазейки, как, там, не разорвать с нашей страной окончательно, то гарантируют, что вот эта эмоция, которая придет во второй или в третий раз, останется в том же накале, там, все это невозможно. И, в общем-то, все, все вышесказанное подводит нас к тому, что каждая компания, там, в нашей стране сейчас должна себе задать вопрос. То есть, что есть у меня, что я использую в своем эти ландшафте сейчас, и хочу ли я, зная все эти вышеперечисленные риски, оставаться на этом программном стеке. И те компании, которые решение принимают вот прямо сейчас, мы хотим автоматизировать склад, там, транспортную логистику, что-то там связанное с управлением, заказами, выбирая сейчас, насколько мы хотим снизить эти риски от использования недружественных программных продуктов, там, оборудования, которое, там, перестало поставляться в страну, насколько мы хотим эти риски оставить для себя, причем в обозримом будущем. И, в общем-то, для того, чтобы эти решения, там, было принимать, там, проще, я и хочу там дальше поговорить о том, какие, там, риски, какие проблемы могут ожидать те компании, которые используют тот или иной технологический стек. Кто, на самом деле, вообще находится в зоне риски с точки зрения программных продуктов? Это все ведущие операционные системы, это офисные приложения, это мобильная операционная система, программное обеспечение, которое необходимо для обеспечения управления доменами, политиками. Это почтовые приложения и приложения, поддерживающие удаленный доступ. Шины обмена данными находятся в зоне риска, да, там, популярные СУБД, средства разработки и инструментарий для бизнес-осстановителей. Смотрите, я там перечислил практически все, что есть, да, там, как в этом во всем можно разобраться и как вообще проверить себя, там, я планирую начинать проект в зоне риска программного обеспечения, не в зоне риска. Я сейчас использую программный продукт. Ожидает какая-то там сложная ситуация, меня не ожидает, я могу спокойно спать или нет. Давайте не будем там подвергаться слухам, а за точку отсчета возьмем такую классную штуку, которая называется «Един реестр российского программного обеспечения». Это реестр, который организовал, там, отслеживая, там, занимается его администрированием Минцифры России. И в открытом доступе находятся методические рекомендации по тому, как вы можете подготовить свою заявку на включение программного продукта вот в этот, как раз, реестр программного обеспечения. И вот в этих методических рекомендациях в явном виде прописано, какие программные продукты находятся под запретом. То есть если программное решение использует в себе ту или иную технологию и сперечислено сейчас на экране, это означает, что в единый реестр российского программного обеспечения там этот продукт не попадет. Ну и, в общем-то, здесь все достаточно просто. То есть если посмотреть на перечень СУБД, то это СУБД, которые, ну, практически все, которые используются и в допустимом технологическом стеке остается буквально там один-два продукта. Операционные системы, да, там многие находятся под запретом. Платформы, в которых ведется разработка, многие из самых популярных тоже попали в запретный список. И те программные продукты, которые базируются на этих технологиях, как минимум не впадут в реестр, а как маркер, да, как там лакмусовая бумажка, Минцифра говорит о том, что это небезопасные для использования продукты и несут в себе различные там санкционные риски. Давайте посмотрим, да, то есть как бы, как вообще распределяется по этим программным продуктам сфера автоматизации логистики в нашей стране и подробнее остановимся на том, какие, в общем-то, риски будут связаны, какие риски несут те компании, которые используют тот или иной тип программного обеспечения. По нашим оценкам, в настоящий момент времени рынок автоматизации логистики в стране распределен там следующим образом. Порядка 10% — это решения, построенные на независимом технологическом стеке. Это решения, которые в качестве основы используют операционную систему Linux и в качестве СБД используют платформу PostgreSQL. Порядка 45% — это российские кроссплатформенные решения, установленные на СБД, Майкрософт или Орак. Порядка 20% — это решения, которые построены на технологии Майкрософт и Орак. И 25% — это целиком иностранное решение. В принципе, вот эта наша оценка, она построена как на основании того, с чем мы сталкиваемся в своей работе, так и с информацией из различных открытых источников. Где-то цифры могут удивлять избыточную точность, 25-20%, но это некий собирательный область, потому что в 2018 году иностранные решения выходили к 30%, в 2019 были чуть поменьше. Но в целом картина распределения, она примерно такая. Про что она? Она про то, что ситуация на рынке автоматизации логистических процессов в России достаточно сложная. Мы видим, что 90% программных продуктов потребуется миграция или переход. Я разделяю эти понятия миграция и переход, позже про это расскажу, на независимый стэк. Причем вот эта вот миграция или переход, она на самом деле совершенно разной сложности будет задачей и зависит очень сильно от того, что является отправной точкой. Важно понимать, что принимая решение о том, что внедрять сейчас в первый раз, нужно оценивать и риск последующей миграции. Дело все в том, что в моменте может казаться, что решение, которое сейчас является достаточно безопасным с точки зрения санкционного давления, может включать в себя ту или иную технологию, которая в итоге приведет к необходимости замены и вот как раз сложности, которые там могут вас ожидать. Я там сейчас расскажу. Значит, вне зоны риска находятся те программные продукты, которые основаны на технологии Linux и Postgre. В большинстве случаев миграции и не потребуется, потому что это независимый технологический стэк, его допустимо применять. Но, тем не менее, необходимо обратить внимание на тип операционной системы Linux, на котором развернуто программное обеспечение, потому что ряд самопопулярных сборок там попал в санкционное давление и сам Linux прекратил их поддержку. Тем не менее, миграция на допустимую операционную систему Astro Linux и на российскую версию Postgre, Postgre Pro возможность сохранения всех данных и сохранения всех доработок. Это хорошее решение, и принимая вот сейчас стратегию развития своих компаний, принимая сейчас, делая выбор по тем программным продуктам, которые вы планируете внедрять, первоочередное преимущество должно отдаваться тем решениям, которые находятся именно в этом технологическом стэке. Вторая группа, самая большая, порядка 45%, это российские кроссплатформные решения, которые установлены на СУБД, Майкрософт или Орог. Кто попадает в эту группу, для кого, собственно, хорошие новости. В эту группу попадает абсолютное большинство решений на платформе 1С. 1С изначально является кроссплатформенным программным продуктом, и миграция на операционную систему Linux, собственно говоря, произойдет с минимальными трудозатратами и с сохранением всех данных и доработок. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на различные плагины, которые строятся вокруг 1С и на то, каким образом реализована бизнес-логика. Бизнес-логика должна быть реализована, собственно говоря, в платформе 1С с отсутствием бизнес-логики, реализованной на уровне СУБД. К этой же категории, в эти 45% попадают кроссплатформенные решения, сделанные на программных стэках Java и Netcore. Важно не путать, да, с зависимыми от поставщиков там, ДОП-нетом или АСП-нетом. К кроссплатформе является именно решение на платформе Netcore. Такие решения также легко мигрировать без существенных доработок и потери данных, но нужно прямо сейчас понять, да, то есть если вы выбираете решение, находящееся в этом типе программных продуктов, то никакая бизнес-логика не должна быть реализована на стороне СУБД. То есть никаких T-SQL, никаких там хранимых процедур на PLSQL, которые при последующей миграции в стэк Linux Postgre просто так там простыми функциями переноса не получится видовид перенести и потребуется целый проект по их переписыванию, переосмыслению, целый проект по автоматизации производительности или повышению эффективности. Дальше хуже, да, есть целая категория российских решений, которые не развернуты на технологиях Microsoft и Oracle, а которые построены на технологиях Microsoft и Oracle. Это те решения, которые используют проприетарные технологии Microsoft и Oracle, которые вроде бы как выглядят свободными, бесплатными, а на самом деле находятся в зависимости от решений материнских компаний, самих операционных систем. Вот эти программные продукты находятся в зоне риска. Дело все в том, что бизнес-логика, разработанная на такой зависимой технологии, невозможно простым движением, простыми экспертными имперами перенести в новую технологию. Невозможно бизнес-логика, реализованная на СУБД, на стране СУБД, там в Москве или в Oracle DB, простой конвертации, перенести в процедуру, которая исполняется на стороне пост-ГРИ. Эти решения потребуют очень трудоемкого портирования на допустимый, на применимый технологический стэк, и на самом деле в большей части потребуют серьезного переписывания. и здесь нужно сказать, что находясь в этом технологическом стэке, нужно понимать, что вам, скорее всего, предстоит проект внедрения нового программного продукта. И, приняв решение о том, что сейчас пойдете в этот технологический стэк, вы подвешиваете для себя риск в ближайшей перспективе опять попасть в проект по внедрению нового программного продукта. Причем, смотрите, здесь очень важно не попасть в некую ловушку, когда недобросовестные поставщики решений могут внешне похожие друг на друга программные продукты позиционировать как продукт, между которыми существует легкая процедура перехода. Это не так. Переход с программного продукта, разработанного на датнете под хранимые процедуры на SQL на программный продукт, разработанное в Netcore с UBD PostGRI, это не техническая операция. Это работа сопоставимая по трудозатратам с проектом по внедрению. А в ряде случаев эта история еще более рисковая, нежели проект по внедрению новой системы и связано это с тем, что решения на допустимые, на правильном технологическом стеке по сути являются новорожденными. То есть это решения, которые себе еще в бою не опробовали. И как любое пилотное начинание может потребоваться и серьезная работа над качеством кода в бизнес-логике и над качеством запросов, которые портировали, но неправильно расположили индекс, неверно настроили триггера. Поэтому прямо сейчас, принимая решение о выборе нового программного продукта по автоматизации логистики, нужно очень осторожно относиться к программным продуктам, которые построены на Microsoft и на Oracle. И посмотрев, что у себя внутри, увидев, что вы используете решение, которое построено относится к этому типу, уже сейчас точно стоит задумываться о переходе, потому что проекты, скорее всего, не будут простыми и одномоментно сделать у вас это не получится. Ну и, собственно говоря, последняя группа, это иностранные решения, это все те решения, которые относятся к программным продуктам из недружественных стран. Здесь их можно перечислить, собственно, все эти компании попали в программу по отзыву с теком сертификатов. Это, да, это крупные логистические решения, но, тем не менее, они относятся к разработчикам из недружественных стран. Миграция невозможна, переход на независимое ПО представляет собой внедрение новой системы, и к этому это нужно принять, и здесь наша рекомендация, она про то, что начинать проект по переходу нужно уже сейчас. Для части отрослей, как я раньше говорил, да, это задача, которую нужно решить в срочном перспективе, да, до конца 25-го года, а для части, для тех, для кого там срочность не обязательно, но здесь нужно понимать, что эмоция может в очередной раз возобладать и можно остаться у разбитого корыта, как произошло с рядом программных продуктов, которые были отключены, появились какие-то бэкдоры, и там этого много, всего про это можно почитать. сам сейчас все это рассказал, я как-то задумался о тем, что прям-то все пропало, наверное, да, то есть что же делать, где можно получить современные производительные и функциональные решения на независимом технологическом стеке, где можно найти эти решения проверенные, кто вообще может помочь клиенту, который сейчас находит достаточно сложную ситуацию, помимо бизнесовых историй, тут еще повис домоклов меч по необходимости адаптировать, оптимизировать технологический стек. Нет, все не так плохо, и первое, что хочется рассказать, это о нашем практическом опыте, о опыте компании Axelot по применению технологического стека, который использует независимые технологии. Но первое, это то, что часть наших решений, а именно WMS X5, Warehouse Operations System, система управления транспортом, система управления контейнерным терминалом и система распределения заказов, написаны на технологической платформе 1S предприятия 8.3. Платформа является кросс-платформой и может использоваться в различных операционных системах. Часть решений написана на платформе NetCore. Это WMS E5, система Warehouse Control System и модуль плагин планирования Axelot Scab. Мы, собственно говоря, поддерживаем все виды Linux, включая российский Astrog и RedOS. Это относится ко всем программным продуктам Axelot. в качестве применяемой системы СУБД мы спокойно используем СУБД PostgreSQL, включая российский PostgreSQL. И здесь, наверное, стоит на это обратить особое внимание. Мы в целом не подталкиваем клиентов к использованию там open-source. Мы больше говорим о том, что лучше, наверное, использовать программный продукт, который стоит определенных денег, но вместе с этим деньгами к этим программным продуктам прилагается и технологическое сопровождение и решение вопросов, связанных с состоянием ошибок и какие-то научные связанные с повышением производительности и осмысления принципиальных вещей. Поэтому российское PostgreSQL это хороший выбор и наш программный продукт вполне себе ее могут использовать. Говоря про автоматизацию логистики, нельзя не промолчать про мобильные операционные системы. Наши мобильные клиенты разработаны под Android, но здесь важное отточнение. Для того, чтобы применять наши мобильные клиенты, мы, собственно говоря, не зависим от использования публичных магазинов типа Google Play. Мы можем устанавливать наши мобильные клиенты через APK-файлы, что, собственно, позволяет вот этот риск для того, что произошло с приложением Звербанк онлайн, которое позавчера убрали из Apple Pay, из Google Pay. мы, собственно говоря, предусмотрели возможность распространения минуя магазины Google Play. Подтверждение тезисов, которые были ранее, о том, что существует некий список запретного программного обеспечения, который является стоп-фактором для включения в реестр отечественного ПО, все решения нашей компании включены в реестр отечественного программного обеспечения и участвует во всех программах, я чуть позже про это расскажу, во всех программах, которые поддерживаются Минцифрой и Российским Фондом развития информационных технологий. Немного по переходу на наш стек. Что прям хорошо, да, там, с любых продуктов Axelot и текущих и прошлых версий миграция на стек Linus Postgre не представляет проблем, все доработки будут сохранены, все данные будут сохранены. Переход других российских продуктов, использующих импорт независимый стек или зарубежных продавных продуктов. Как я ранее говорил, это не одномоментная операция, это скорее целый проект по внедрению новых программных продуктов, там, компания Axelot, но для тех, кто начинает проект по данному переходу, у нас существует специальное предложение, специально упрощенная процедура перехода на продуктовую линейку Axelot. Ключевые особенности относятся к тому, что мы готовы обсуждать скидку на услуги, у нас оптимизированный проект технологий, который позволяет сделать это в более сжатые сроки, чем обычный проект по внедрению, мы готовы, у нас есть мощности, в самом конце этого расскажу, для того, чтобы помочь вам сделать это в сжатые сроки, буквально обозримом будущее. Немножко в сторону, наверное, про вот этот независимый технологический стэк. в 2014 году еще нам всем посоветовали заниматься импортозамещением в области программного обеспечения, но как-то этот процесс шел ни шатко, ни валко, что не могло не сказаться на количестве специалистов. И это важно, и клиенты переживают, и мы сейчас анализируя наш вход, анализируя то, как мы общаемся с нашими клиентами, мы видим опасения о том, что применение именно линуксовых или постгрид-технологий оно находится в такой рисковой области, потому что специалистов реально мало, на всех не хватит. Ну, в принципе, да, мы сами не сильно генерировали этот спрос, поэтому выпускники вузов или специалистов не сильно смотрели в эту сторону. Однако, если говорить про компанию Axelot, мы риск видим в минимальной части, потому что сами-то мы уже давно внутри себя для внутренней инфраструктуры используем именно этот технологический стэк. И внутри себя мы имеем специалистов, которые умеют не только заниматься разработкой решений, но и понимают, как его сопровождать, каким образом решать сложные вопросы, связанные с оптимизацией производительности, с распараллеливанием каких-то обработок, с развертыванием, с распределением нагрузки по серверам, с обеспечением безопасности доступа, с созданием резервных копий, через все это мы прошли внутри себя. Поэтому риск, недостаточность специалистов, мы его осознаем для рынка, но в конкретном случае для наших проектов видим далеко не самым основным. Ну и, наверное, стоит обратить внимание на стратегическое решение о переходе на стэк Axelot. Сложное сейчас время, и мне кажется, что мы раньше все боялись лоскутной автоматизации, когда целый зоопарк систем внутри IT-ландшафта растет, а сейчас кажется, что вообще не до этого совсем, и в этом смысле предложение нашей компании оно вдвойне, втройне сбалансирование, потому что мы предлагаем не переход на какой-то конкретный программный продукт, а мы предлагаем некую стратегическую историю, где целый комплекс программных продуктов для автоматизации логистики разработан на общей платформе, разработан с учетом понимания, какие процессы идут в одной системе, которые во второй, каким образом эти процессы можно сбалансировать и как можно этим всем дирижировать, и поэтому переход на стэк Axelot это решение не сиюминутной проблемы, с заменой какого-то конкретного программного продукта, а это в целом стратегия. Ну и в общем-то посмотреть можно на этом слайде, как мы видим автоматизацию, решение задачи автоматизации, управление цепляемых поставок в целом. На локальных участках, на складе, например, это система управления складом класса в рехаус менеджмент систем. Здесь у нас есть два основных программных продукта, это WMS X5 и WMS E5, каждая из которых решает задачи вполне конкретного склада. Если мы говорим про X5, это универсальная система управления складом, то система E5 направлена на автоматизацию складов с повышенной интенсивностью, с высоким уровнем роботизации, между ними мы четко видим, как проходит ГРА. Также к автоматизации складов относится программный продукт Warehouse Operation System, который решает задачи автоматизации на малых складах, где не требуется полномасштабная функциональность WMS решения, но тем не менее могут потребоваться возможности программного изучения, связанные с использованием терминалов сбора данных, связанных с какими-то рекомендательными историями для персонала, связанных с требованиями честного знака, но, опять же, повторюсь, это небольшие площадки. Для управления транспортной логистикой внутри этой платформы есть специализированная система Transport Management System, которая, собственно, обеспечивает как автоматизацию процесса перевозки товара, так и обеспечивает автоматизацию вопросов, связанные с управлением собственным транспортным парком, с стендерным порталом, который позволяет взаимодействовать с перевозчиками, полный цикл вот этих операций. Отдельно стоит упомянуть, что в рамках этой платформы мы говорим о решении задач по оптимизации и для этого выпущен специальный программный продукт Axiom скап. Не погружаясь в детали, программный продукт позволяет решать сложные задачи комбинаторной какой-то аналитики, когда в системе уравнений уравнений меньше, чем неизвестных. И вот специализированным программным продуктом мы как раз решаем задачу сложного планирования, как там задачи комбинатора, так там задачи связанных с размещением товара на складах и так далее. Ну и поверх всего этого существует программный продукт Distributed Order Management это система, которая является координатором управления всей логистической сетью. То есть когда необходимо связать ВМС, ТМС, возможно ВОЗ и выдать задание о том, что, как, куда, в какие сроки должно поехать, это как раз в системе ДОМ. все вместе это про то, что мы видим, что существует не только решение суиминутной задачи по переходу на правильный технологический стэк, но и в нашем предложении существуют и следующие шаги по тому, как можно либо улучшить вопросом оптимизации и убедиться в цепи вашей компании, либо как видоизменить ее таким образом, чтобы снизить риск санкционного давления. Перейдем к серверной инфраструктуре. Это неразрывная вещь, которая связана с автоматизацией. Здесь, конечно, там прям хороших новостей будет еще поменьше, но тем не менее они тоже есть. Последние несколько лет мы вообще все там много говорили, да, о миграции в облаках, о размещении в облаках, и в настоящий момент времени мы уже не говорим, а говорим, а это уже данные. С чем это связано? С тем, что крути, не крути, но технологии меняются, и специалистов действительно не так много, растить их внутри всегда дорого, долго, и это первая причина, почему наши клиенты хотели бы передать эту функцию сопровождения серверной структуры на столь. Вторая причина это то, что серверное оборудование подорожало, да, оно подорожало не только из-за курса, оно подорожало из-за сложенных логистических цепочек, оно подорожало из-за снижения конкуренции на этом рынке. Ну, и сроки закупки серверного оборудования, мы сейчас даже говорим не про сроки, а по принципиальной возможности, можно ли купить или привезти. И, собственно говоря, то, что буквально 2-3 года назад была история, про которую мы рассуждали, а не попробовать, а можно или нужно каких-то боялись вещей, на самом деле сейчас это данные с настоящего времени, миграция облака это то, что и востребовано, и то, что наша компания готова своим клиентам предоставить. Значит, по тем продуктам, производителям которых являемся мы сами. Быстрая миграция в облако на основе Linux, Postgre возможно сохранение всех доработок. Очевидно, что эта миграция там своим итогом будет приводить к тому, что вы получите существенное снижение затрат на развертывание, эксплуатацию там и на необходимое масштабирование. Ну и, собственно, в моменте исчезнут такие там не самые приятные затраты, которые связаны с техподдержкой, в части как минимум администрирования, потому что эти затраты входят в стоимость подписки и не зависит от количества инцидентов в текущее что-то или иного период времени. Миграция в облака, помимо всего прочего, и здесь как раз я уже начинаю говорить о том, кто же поможет, помимо ответственных вендоров, которые имеют возможность поставить независимый стек, независимый стек, для облачных, облачной модели использования Минцифра России предоставляет для субъектов малого и среднего предпринимательства скидку в размере 50% на продукты компании Аксилот. Этим можно воспользоваться и это существенно снижает те затраты, которые компания будет вынуждена понести буквально прямо сейчас. Говоря про поддержку государства, очевидно стоит упомянуть еще и вот что. Государство грантово финансирует не только разработчиков программного обеспечения, но и конечные компании, внедряющие у себя то или иное программное обеспечение, которое занимается цифровой трансформацией. Значит, можно получить, внедряя программное обеспечение компании Аксилот, можно получить софинансирование до 50% стоимости проектов в размере 10-300 миллионов рублей. Причем там есть еще более хорошая новость, сейчас миницифра рассматривает снижение необходимого софинансирования для конечного клиента до 20%. И что там совсем немаловажно, эти деньги можно потратить не только на заработную плату собственных сотрудников, но и на оплату лицензии и услуги подрядчика. Все про то, что нельзя откладывать, эти проекты откладывать не стоит, потому что в условиях санкционного давления количество поддержки, которым можно воспользоваться прямо сейчас, оно действительно интересное, и выбрав правильный технологический стэк, результаты можно получить уже в обозримом будущем. Неразрывная автоматизация связана, конечно, с оборудованием. И здесь все, конечно, непросто, потому что уже ряд компаний официально постановили прессную работу в России, но здесь тоже есть хорошая новость. Не в 2022 году, гораздо раньше мы изучали возможности азиатских партнеров по замещению европейских и американских поставщиков, и если говорить о самом насущном оборудовании для автоматизации складов, это оборудование для автоматической идентификации, то уже сейчас мы заключили договор с компанией Cypher Lab. Можем смело утверждать, что качество устройств абсолютно на том же самом уровне, что и у шедших с рынка аналогов, и точно знаем, что наше программное обеспечение абсолютно совместимо с оборудованием Cypher Lab и для конечных клиентов, в принципе незаметное будет изменение. Отдельно, да, как бы просто поделиться ощущением, да, как вообще все это сейчас происходит. Мы смотрели же на азиатском рынке не только там ТСД, какие-то вещи, связанные с идентификацией, мы смотрели шире, мы смотрели и на погрузчики, и на какие-то телеги. десятки поставщиков есть, которые остались на рынке, которые готовы это поставлять, готовы рассмотреть технические задания, подобрать лучшие решения и привести, что самое главное, это оборудование в страну, на ваш склад. Что еще? часть оборудования мы делаем там не только же проекты, связанные с автоматизацией, мы делаем проекты с технологическим проектированием, мы видим, что часть оборудования там стала в принципе недоступной, но также видим, что если поковыряться, разобрать, препарировать вот эту задачу и препарировать то решение, которое существует в конкретном моменте времени в головах для конкретных задач, то технологию на самом деле можно несколько видов изменить в целях того, чтобы получить оборудование то, которое можно поставить в страну. Так, камни штабелеров можно заменить системой 3D-шаттвенного хранения, а здесь уже есть варианты, что можно привести, что можно использовать. Или там мини-лаудеры и вертикальные шкафы, там наши коллеги пересчитывают и заменяют ICR-роботами. Ключевое с точки зрения автоматизации для нас здесь в чем? В том, что у компании Axelot есть специализированный программный продукт в Rehouse Control System. Это система, которая является некой прослойкой между ВМС-системой и, собственно говоря, самими контроллерами, которые управляют тем или иным оборудованием. Так вот, наш программный продукт Axelot WCS позволяет без проблем использовать вот эти альтернативные решения, которые, возможно, заменят существующие потребности прямо сейчас. Ну, и вообще, в целом, про импортозамельчение про оборудование. Здесь, конечно, нельзя отрицать то, что это сложный процесс, и вот мгновенно, по щелчку пальца, конечно, этого не сделать. Но есть хорошие новости, да, то есть, например, у нас есть решение по автоматизированному складу шаттлового хранения, и один из производителей российских уже разобрал, собственно говоря, как и из чего состоит, там, тот же шаттл и утверждает, что они адаптировали и могут производить на российских мощностях. Вот сейчас, там, пилотный образец, будем смотреть, как полетит, да, там, не полетит, как поедет, но, тем не менее, работы ведутся, и мы, там, осторожный оптимизм в этом смысле, в этом направлении испытываем. Ну, и, наверное, перед тем, как там совсем подытоживать и перечислить, там, основные преимущества компании, я все-таки еще раз, там, самое главное, про что хотелось сегодня с нами поговорить. Первое, это то, что текущая ситуация, она про то, что решение о замене там, неправославного технологического стека, это решение стоит принять и стоит принять быстро. Принять его стоит как по причине того, что само государство уже пытается регулировать то, что доступно для использования, так и потому, что решение, там, основанное на эмоциях, они, скорее всего, не закончились, будут продолжаться, и попасть в сложную ситуацию точно нельзя. Второе, тем, кто только стоит перед началом проектов по автоматизации, решение должно приниматься обязательно с оглядкой на то, что вы будете внедрять. То, что вы будете внедрять, не должно оказаться в той красной зоне, не должно применять тот технологический стек, который потенциально сложно куда-то мигрирует, а на самом деле просто нуждается в перевнедрении. И если там раскрыть там базовую базовую тему нашего мероприятия, конечно же, импортозамещения в части программного оборудования, программного обеспечения стоит начинать, откладывать нельзя, и здорово, что есть, собственно говоря, там предложения, которые соответствуют всем тем критериям, которые предъявляются к независимому стеку к российскому программному обеспечению. Ну и в части возможностей нашей компании, почему мы с оптимизмом смотрим для наших клиентов вопрос вот этого импортозамещения, он в первую очередь конечно кроется в огромных мощностях, которые к настоящему моменту у нас есть, это там более чем 300 сотрудников работающих в компании, это офисы в четырех городах, это более 100 проектов в год, которые мы делаем, которые дают нам возможность применять проекты наших клиентов, там реально классный опыт, это огромная история, 24 года мы находимся на рынке автоматизации логистических процессов, более того, мы не останавливаемся и продолжаем из года в год тратить более 10% выручки компании на разработку новых версий или новой функциональности для наших программных продуктов, мы можем точно говорить, что вот сейчас нам есть и что вам предложить, что внедрить, и есть кем это сделать, и в общем-то хорошее время для того, чтобы перестать откладывать, а начать работы по импортозамещению. в в в в